Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок химии. Перед тем, как мы начнем сегодняшний наш урок, посмотрите, пожалуйста, на данный слайд. Тут вы видите мед, бананы, сухофрукты, хлебобулочные изделия, а также изделия из теста, например, макароны, лапша. Вы видите тут кукурузу и картошку. Сможете ли вы догадаться, что общего между ими всеми? Если нет, ничего страшного. А связывает их то, что все они состоят из нового класса органических соединений, который мы с вами начнем изучать на сегодняшнем уроке и название этого класса углеводы. В книге углеводы у вас представлены в новом разделе, раздел номер 4, который называется «Кислород, содержащий органические соединения углеводы». Итак, давайте с вами сейчас рассмотрим, что же такое углеводы. В книге у вас дана информация. Давайте почитаем ее вначале. Углеводы по-другому их называют сахара или же сахариды. Это органические соединения, которые состоят из углерода, водорода и кислорода. Причем соотношение водорода и кислорода в молекулах этих соединений равно как 2 к 1. Почему же мы назвали эти соединения углеводы? Дело в том, что раньше название углеводы произошло от того, что первые изученные их представители по составу как бы соответствовали соединениям углерода и воды. То есть углерод мы как бы можем назвать уголь, а H2O молекулу, естественно, вы знаете, она называется молекулой воды. То есть углевод – это и есть углерод плюс вода. Но, однако, впоследствии стало известно, что существуют и углеводы, которые по составу не отвечают этой формуле. Но по свойствам относятся к этому классу веществ. Например, С6H12O5 – это ромноза. Или же С5H10O4 – дезоксирибоза. Несмотря на это, название углеводов все еще сохранилось за ними. Давайте теперь с вами рассмотрим классификацию углеводов. В книге у вас дана стандартная классификация углеводов. То есть углеводы делятся на моносахариды, дисахариды и полисахариды. Давайте сейчас с вами рассмотрим первую группу углеводов или же моносахариды. И на примере моносахаридов как раз посмотрим строение молекул углевода и попытаемся понять, чем же они отличаются от других органических соединений. Итак, моносахариды. От греческого монос – единственный, и сахар – сахар. Их по-другому еще называют монозы. Моносахариды – это простейшие углеводы. У них число атомов углерода равно числу атомов кислорода. Все моносахариды имеют окончание оза. Ребята, вы знаете, что различные классы органических соединений имеют различные окончания. Например, для того, чтобы назвать насыщенные соединения, мы используем окончание «ан». Например, алканы, метан, этан, пропан, бутан и так далее. Для того, чтобы назвать ненасыщенные соединения, мы используем окончание «ен». Например, алкена. Это метен, бутен, пропен и так далее. Вот у углеводов, для того, чтобы их называть. Мы используем окончание ОЗО. Теперь давайте рассмотрим ту информацию, которая дана у вас в книге. Вначале читаем. Моносахариды, содержащие альдегидную группу, называются альдозами. Кетонную группу называются кетозами. Давайте сейчас попытаемся понять, что же это означает. Итак, рассмотрим с вами моносахарид. И начнем мы с глицерина. Как ни странно, именно глицерин будет важнейшей ключевой фигурой в сегодняшней нашей теме. Почему? Дело в том, что вы уже знаете, что такое глицерин. Это многоатомный спирт. Вы уже прошли спирты и знаете, что они могут быть одноатомные, двухатомные, а также многоатомные. Вот глицерин относится к трехатомному спирту. Что это означает? Это означает, что в молекуле глицерина имеется три атома углерода, которые непосредственно соединены с OH-группой. Итак, считаем. Количество углеродов 3, OH-групп тоже 3. То есть это трехатомный спирт или же глицерин. Из наших прошлых уроков вы знаете, что органические соединения способны окисляться. Давайте вспомним, что такое окисление. Окисление – это есть как бы медленное прибавление атомов кислорода к углероду. Итак, теперь посмотрим, что же будет, если мы попытаемся окислить данный глицерин. Естественно, окисление может происходить либо по этому углероду, либо по среднему углероду, либо по этому углероду. Обратите внимание, если у нас будет окисляться данный первый углерод, то OH-группа будет превращаться в альдегидную группу. В результате мы получим как бы соединение, которое в своем составе имеет две группы. Это OH-группу и альдегидную группу. Или же, если мы соединим название этих соединений, у нас получится альдегидоспирт. Что же будет, если у нас произойдет окисление по данному атому углерода? В результате у нас образуется кетон. Вы знаете, что данная группа называется кетогруппой. То есть, в зависимости от того, какой атом углерода мы окислим, мы можем получить либо альдегидоспирт, либо кетоспирт. Почему альдегидоспирт? Еще раз давайте вспомним. Потому что альдегидная группа плюс группа от спиртов или же OH. Почему кетоспирт? Потому что кетогруппа вот она и плюс еще группа от OH. А теперь давайте с вами запомним, что если в молекуле углевода или же моносахарида имеется альдегидная группа, то такие углеводы или же моносахариды называются альдозами. То есть, слово альдоза показывает, что в его составе имеется аль – это альдегидная группа, и оза – то, что это является представителем моносахаридов. Если же имеется в молекуле кетогруппа, то такие моносахариды называются кетозами. То есть кетоза состоит как бы из двух слов. Это часть слова от кетонов, кето, и часть слова от моносахаридов, или же окончание, которое показывает принадлежность данного соединения к моносахаридам. То есть у нас получается кетоза. Давайте рассмотрим теперь другую информацию, которая дана у вас в книге. В книге говорится, что по числу атомов углерода в молекуле моносахариды подразделяются на триозы, если число углеродов равно трем, тетрозы, если число углерода равно четырем, пентозы, гексозы и так далее. Рассмотрим, что это означает. Итак, перед вами моносахариды. С этой стороны у вас имеются альдозы. Это означает, что моносахарид имеет в себе альдегидную группу. С этой же стороны у вас кетозы. Это означает, что моносахарид имеет кетогруппу. То есть данные моносахариды мы должны называть альдозами, данные моносахариды мы должны называть кетозами. Теперь рассмотрим следующее. Если мы посчитаем количество углеродов, и количество углеродов будет равно 3, то это 3 озы. Если количество углеродов равно 4, то это тетрозы, то есть тетра. Если 5 – пентозы, если 6 – это будет гексозы. То есть, если мы рассмотрим глюкозу и фруктозу, то мы увидим, что глюкоза называется альдегексозой. Что это означает? Это означает, что у глюкозы имеется альдегидная группа, поэтому в начале названия мы дали альдо. Далее же, если мы посчитаем количество углеродов, их тут будет 4, 5, 6, то есть 6 углеродов. Поэтому это у нас гексоза, то есть полное название. Глюкоза будет альдегексоза. Если же мы посмотрим на молекулу фруктозы, мы увидим, что в ее молекуле находится кетогруппа. Вот она. То есть, мы в начале слова должны поставить кетто. Далее мы точно так же считаем количество атомов углерода. Итак, их у нас тут 3, 4, 5, 6, то есть 6 атомов углерода. Раз мы тут имеем 6 атомов углерода, значит это у нас будет гексоза. То есть полностью, если мы захотим назвать фруктозу, то она относится к кетогексозам. Теперь посмотрим на данную информацию. Рибоза и дезоксирибоза, они относятся к пентозам. Что это означает? Раз к пентозам, это означает, что в их составе имеется по 5 атомов углерода. Ребята, запомните, пожалуйста, что молекулы моносахаридов могут включать большое количество атомов углерода. Максимально их обычно бывает 9 или же 10, но наиболее важными являются моносахариды, пентоза и гексоза. То есть те, которые имеют в своем составе 5 или же 6 атомов углерода. А теперь давайте рассмотрим с вами, что же такое дисахариды и полисахариды. И для того, чтобы понять, что такое дисахариды, мы с вами должны рассмотреть молекулу глюкозы. Если мы рассмотрим молекулу глюкозы, то мы увидим несколько форм. Что это означает? Дело в том, что развернутая молекула глюкозы имеет свойство изгибаться. И в результате, когда она изгибается, она образует два цикла. Это альфа-глюкоза и бета-глюкоза. То есть все эти три молекулы, это и есть молекулы глюкозы. Но они отличаются тем, что данная глюкоза, она не образовала цикл, то есть она имеет развернутое строение. А эти две молекулы глюкозы, это и есть циклическая форма глюкозы. Причем альфа-глюкоза от бета-глюкозы отличается только лишь тем, что у них имеется различное расположение данных OH-связей. Итак, что же такое дисахариды? Дисахариды – это молекулы углеводов, в составе которых имеются такие вот два цикла. То есть два моносахарида способны взаимодействовать друг с другом, от них выделяется вода, и в результате у нас образуется молекула, в составе которой имеется два моносахарида. Вот такие моносахариды называются дисахаридами. Ну, естественно, как вы уже догадались, полисахариды – это есть несколько таких циклов, которые соединены друг с другом. Итак, в заключении давайте повторим. Классификация углеводов. Их можно разделить на простые – это моносахариды, и на сложные – это дисахариды и полисахариды. Моносахариды состоят из одной молекулы, дисахариды состоят из двух молекул, а полисахариды состоят из несколько молекул углеводов. Главными представителями, которые вы уже знаете, являются глюкоза. Глюкоза ее еще называют виноградным сахаром или же декстрозой. Она встречается во многих продуктах питания, например, зеленые части растений, виноград, семена, ягоды, мед. Данный моносахарид в классификации углеводов – единственный и незаменимый энергетический материал для функционирования мозга. То есть, для того, чтобы мы могли нормально думать или же учиться, мы должны употреблять глюкозу. Потому что глюкоза – это единственный или же главный источник энергии для нашего мозга. Следующий углевод – это фруктоза. Вы видите, фруктоза имеет такое строение. Фруктоза или же фруктовый сахар. Он содержится в зеленых частях растений, свекле, семенах и меде. Кстати, в меде его содержание достигает 40%. Участвует в формировании сахароза и гормона инсулина. Фруктоза слаще, чем глюкоза, поэтому широко применяется в пищевой отрасли. Следующий углевод – это сахароза. Строение сахарозы, а также пример сахарозы вы видите на слайде. Давайте рассмотрим, что такое сахароза. Сахароза по-другому еще называют тростниковый сахар. Это самый известный в классификации углеводов и широко применяемый в пищевой промышленности сахаристый углевод. Следующий – это крахмал. Крахмал относится к полициклическим углеводам. Рассмотрим теперь с вами крахмал. Вы видите на слайде молекулу крахмала. Вы все знаете, что такое крахмал и очень часто видели крахмал вживую. То есть это белый порошок. Крахмал относится к резервным полисахаридам – основной компонент картофеля и зерна. Его количество в продукте зависит от культуры, сорта, спелости и условий производства. Он считается наиболее популярным в классификации углеводов и самым применимым в пищевом производстве несахароподобным углеводам. Итак, ребята, запишите, пожалуйста, домашнее задание. Это страница 120, тема 4.1. А я с вами прощаюсь. Не болейте. Здравствуйте, дорогие ребята. Это тема сегодняшнего урока «Биотехнология в нашей жизни». Наверное, вы успели изучить понятие «клеточная инженерия», «генная инженерия», «хромосомная инженерия» и сделали для себя определенные выводы, какое значение имеет биотехнология в нашей жизни. Когда вы откроете учебник и прочитаете начало темы, то вы увидите следующее. Одной из значимых работ биотехнологии в области генной инженерии является внедрение генов, нитрифицирующих бактерий, в почвенные бактерии. Как вы думаете, почему? Почему ученые хотят внедрить гены нитрифицирующих бактерий в почвенные бактерии? И как вы думаете, почему аммиак может представлять опасность? Вы знаете, что большое количество аммиака в почве или вообще в живых организмах может привести к нежелательным последствиям. И таким образом нитрифицирующие бактерии превращают аммиак в азотную, через промежуточные стадии в азотную кислоту, в азотистую, в азотную. Значит, ребята, нитрификация – процесс окисления аммиака в азотную кислоту при помощи нитрифицирующих бактерий. Бактерий, почвенных бактерий очень много. И если все эти бактерии, ну, конечно, мы имеем в виду тот участок, где собираются ввести и дать возможность почвенным бактериям производить этот процесс, представляете, насколько будет полезно само это внедрение в области биотехнологии. Таким образом, ребята, нитрификация будет процессом, который будет осуществляться не только при помощи нитрифицирующих бактерий, но и при помощи других почвенных бактерий. Ведь нитрификация играет большую роль в плодородии почвы. Посмотрите внимательно и вообще, как происходит процесс нитрификации. Посмотрите внимательно, здесь даются нитрифицирующие бактерии, дается, как происходит окисление аммиака, посмотрите, реакция окисления аммиака до азотистой, азотной кислоты. Затем, в взаимодействии с почвенными минералами, образуют нитриты и нитраты, которые вам хорошо знакомы. И полученную энергию тратят на образование органического вещества из углекислого газа. Они, конечно же, широко распространены в почве. Таким образом, ребята, биотехнология в нашей жизни, конечно, это один из примеров, но таких примеров можно привести очень много. Допустим, естественное опыление и отказ от гормонов опыления. Что это такое, ребята? Когда производят искусственное опыление, опрыскивают гормоны для того, чтобы произошло опыление при помощи насекомых. Но разведя шмель, может осуществлять это опыление. То есть следует отказаться от гормонов опыления. Для чего? Для того, чтобы производилось искусственное опыление при помощи шмелей. Разводят шмелей, и шмель опыляет растения. Дальше, ребята, вакцинация. Наверное, сейчас все интересуются этой темой. Что такое вакцинация? Полезно, опасно? Очень много разговоров ходит о вакцинации. Но наша с вами задача выучить, что это такое, для чего это нужно. Польза или вред от вакцинации? Это уже вопросы оставим для ученых. Итак, ребята, вакцинация. Что такое вакцинация? Введение вакцины с целью создания активного специфического иммунитета. Это вакцинация. Ребята, очень часто спрашивают, вот прививка и вакцинация, что это такое? Прививка – это введение вакцины. Это термин прививка. Значит, вакцинация, введение вакцины и прививка. Прививка – это сам процесс. Вот когда вводят эту вакцину, это сам процесс. А вакцинация, ребята, это введение вакцины с целью создания активного специфического иммунитета. Значит, ребята, важно, что важно знать. Вакцина – это безопасный и эффективный способ профилактики заболевания. Ведь человек, который принимает вакцину, он либо не болеет этим заболеванием, либо переносит ее очень в очень легкой форме. Смысл вакцинации заключается в том, что в организм человека вводится вакцина. Что такое вакцина? Это препарат, в котором имеются либо сильно ослабленные, либо убитые возбудители заболеваний. И когда их вводят в организм, в ответ возникает иммунный ответ, ребята. Это называется иммунный ответ. Как это происходит? Посмотрите внимательно на изображение. Что вы здесь видите? Вы видите известный патоген. То есть этот патоген попал уже в организм, и организм выработал антитело. То есть при попадании известных антигенов, известных патогенов в организм, сразу антитело, имеющееся у нас в крови, вырабатывается и, следовательно, уничтожает этот антиген. Здесь вы видите грипп, корь. У них есть известные антитела. А когда, то же самое ветряная оспа, а когда поступает новый патоген, новый антиген, что происходит? Антитела отсутствует, антитела нет, следовательно, нет структур, которые будут уничтожать данный антиген. Этот новый патоген в организме. А вот вакцинация способствует тому, что вырабатываются, вводятся ослабленные или убитые микробы, и организм вырабатывает антитела, то есть дает иммунный ответ. Ребята, почему это важно? Вот, посмотрите, вы прочитали понятие защита от неизлечимых болезней. Наверное, часто вы слышали, ой, укусила собака, нужно срочно бежать к врачу. Да, вы правы. Если вас укусила собака или вас укусила дикое животное, нужно срочно бежать к врачу. Но это само собой, разумеется, нужно бежать к врачу. Но прежде необходимо помнить, что прививка может спасти. Ведь посмотрите, почитайте, ребята, для некоторых инфекций нет специфического лечения. Бешенство, которым можно заразиться после укуса животное, имеет 100% летальность, то есть 100% смертность. Представляете, как это важно? Около 99% случаев, конечно, от собак, от бешеных собак. Но не только собаки и кошки, и многие дикие животные, ребята, могут быть источником вируса бешенства. Поэтому важна вакцинация. Важно соблюдать все эти правила. Наверное, вы слышали про оспу, про чуму. Оспа – это вирус, который уничтожила наука. Вы, наверное, слышали, в древние времена бубонная чума и оспа унесли жизни очень многих людей. Правильно. Посмотрите внимательно. Как и чума, оспа убила сотни миллионов людей. 300 миллионов только в 20 веке людей погибло от оспы. Оспа убила, ребята, не менее 350 миллионов человек. Но сегодня от неё никто не умрёт. Благодаря Дженнеру в 1796 году британский учёный доктор Дженнер и усилие научного центра, усилие научного сообщества была болезнь оспа уничтожена полностью. То есть сейчас, ребята, хранятся в США и в Новосибирске, хранятся в России и в США, есть лаборатории, где хранятся эти пробирки с определённым количеством этих микроорганизмов. Но это хранится в научных целях для того, чтобы изучать, для того, чтобы рассматривать возможные похожие случаи для, опять-таки, для лабораторных целей по строжайшим контролям. Итак, ребята, оспа остаётся единственным заболеванием человека, которое удалось искоренить таким образом. Итак, биотехнология в нашей жизни ограничивается, конечно, не только вакцинацией, созданием вакцин. Давайте вспомним, ребята, вспоминайте. Излюбленный объект генных инженеров какая бактерия? Конечно, это кишечная палочка, живущая в кишечнике человека. Именно с её помощью получает гормон роста какой? Конечно, соматотропин, гормон инсулин, ребята, который раньше получали из поджелудочной железы свиней или коров. Соматотропин получали от уже умерших людей. Это обходилось очень дорого, ребята. А сейчас кишечная палочка, которая размножается через каждые 20 минут, которая даёт большое количество поколений за короткий промежуток времени, может дать достаточное количество соматотропина или инсулина, а также белка, интерферона, помогающий справиться с вирусной инфекцией. Всё это благодаря кишечной палочке, благодаря биотехнологиям. Таким образом получают не только гормоны различные лекарственные препараты, а различные витамины, белки. И если мы с вами на прошлом уроке разобрали клонирование, когда мы разбирали клонирование, мы сказали, что различают репродуктивные клонирования, при которых можно получить стволовые клетки. Вспоминайте, ребята, что такое стволовые клетки, почему они так важны вообще для всего человечества, потому что стволовая клетка – это соединительная ткань, обычная клетка, которая может превратиться в разные клетки. Посмотрите, она может копировать себя, она может превратиться или дифференцироваться по-другому в разные ткани. Посмотрите, мышцы, кости, жир, хрящи или остановить некоторые заболевания. Ведь многие заболевания сейчас очень трудно лечить, правильно? Даже тот же самый сахарный диабет, болезнь Паркинсона, очень много заболеваний, их можно перечислять бесконечно, которые можно изучить при помощи стволовых клеток, ребята. Ведь стволовые клетки могут преобразовываться, красного костного мозга, они могут преобразовываться в любые клетки крови. Таким образом, стволовые клетки, как вы видите, еще раз на схеме, и в клетке желудочно-кишечного тракта, и печени, сердца, и нервной клетки крови, и мышечной клетки. У эмбриона стволовые клетки размножаются. Почему лучше брать у эмбрионов? Потому что у эмбрионов они размножаются быстро, им помогут в кратчайшие сроки спасти человека. Итак, ребята, конечно, это все очень интересно. Вот одним из таких проектов, который начался в 1990 году, называется «Проект геном человека». Этот проект под руководством Джеймса Уотсона был начат в 1990 году. В 2000 году уже был выпущен рабочий черновик структуры генома, полный в 2003 году, но до сих пор продолжается. Как говорят ученые, что в 2026 году будет уже полная генетическая карта человека. Ну, поживем и видим, посмотрим, как будет развиваться наука. А сейчас до сих пор изучаются отдельные участки, чтобы составить полную карту. И тогда, ребята, можно будет победить очень многие болезни и помочь очень многим людям. Почему? Потому что многие болезни не поддаются лечению. Либо поддаются лечению, но на это уходит очень много средств, время, и не хватает доноров. И этими вопросами занимается биотехнология. Медицина, биологическая медицина, биотехнология. И, как вы помните, когда мы говорили о клеточной инженерии, были получены гибриды. Здесь вы видите гибрид томат и картофеля, а также гибрид, полученный гибридом, гибрид раковой клетки и лейкоцитов. Вы помните, что этим занималась клеточная инженерия. И таким образом гибриды эти помогут также в создании препаратов, в лечении определенных заболеваний. Ну и давайте вспомним, что это за устройства были, в которых микроорганизмы создавали определенные препараты, лекарства, белки, витамины вот в таких промышленных условиях. Конечно, эти промышленные устройства назывались биореакторы. Я думаю, вы и вспомнили, и повторили, но в данный момент вы прекрасно знаете, что начинается вакцинация против коронавируса. Но как бы ни была хороша вакцинация, прежде всего вы должны беречь себя. Вы должны беречь себя, своих близких, и тогда все болезни можно победить. Я желаю вам здоровья, удачи, до свидания, до новых встреч!